МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня начинаем заседание комиссии по законодательству местного самоуправления и депутатской единицы. Можно дверь прикрыть, если несложно? Спасибо. Прежде чем начать наше заседание и обучить повестку дня, позвольте мне разъяснить присутствующий порядок ведения. У нас сегодня заседание комиссии совета депутатов по законодательству местного самоуправления и депутатской единицы. Ключевые слова все. Первое – это заседание комиссии совета депутатов. Раз заседание комиссии совета депутатов, то здесь и выступают только депутаты городского округа Химки. И члены комиссии, и депутаты, которые не являются членами, но приняли решение прийти сюда, на нашу комиссию. Значит, если желающие будут выступить, значит, пожалуйста, принимайте руку. Если все депутаты будут согласны, тогда мы предоставим вам слово. Если, а хотя бы один депутат не будет с этим согласен, ну извините, так сказать, это все-таки не Майдан, это не площадь независимости, это заседание депутатской комиссии, и здесь выступают депутаты. Вот, не помощники, не помощники. А по-моему, это большинство, это не все. Коллеги, значит, второе, значит, пожалуйста, прошу передерживаться в порядке ведения. Значит, пока говорит один, другой молчит. Значит, если другой хочет возразить коллегу депутату, он поднимает руку, я ему предоставляю слово, неограниченно. Пожалуйста, выступайте, критикуйте, но перебивать вы кричите на нас. Значит, эмоцию прячем в мешок скромности и уважения к коллегам. Да, договорились? Договорились. Спасибо. Возражения есть? Возражений нет. Значит, я предупреждаю о том, что пусть там сидит даже Ксения Собчак и будет выступать. Я ей слово не дам. Извините, пожалуйста. Ну это же светочь наша, это свет демократии всей, вы же понимаете. Что это за женщина? Пожалуйста, коллеги, прошу придерживаться порядка регламентов. Значит, коллега Статисткин, у нас запись идется? Спасибо. Я попрошу, чтобы не было, как прошел арху, перерыв в записи. А то некоторые товарищи потом говорят, вы знаете, вот был первый в записи, но депутат такой-то сказал такую умную вещь, а ее вот вывезли. Статисткин вывезал или там кто-то вывезал. Значит, чтобы этого не было, значит, депутатов прошу говорить в микрофон. Вот, чтобы, как бы, не подписываемого, как говорил один любитель западного образа жизни и сторонник западной демократии, депутатов прошу говорить не подписываемого словами, чтобы дурь каждого всем видна была. Вы вспомнили, кто это, да? Значит, сегодня на комиссии присутствуют члены комиссии, заместитель председателя Совета депутатов Кахун, далее, значит, председатель комиссии Бессонных, член комиссии Малыгин, член комиссии Сити-Центра, с правом решающего голоса, заместитель председателя Совета депутатов Иванов. Комиссии Сити-Центра, присутствует руководитель фракции ЛДПР Молдиков и член фракции ЛДПР Зоя. Значит, форма имеется. Давайте приступим к работе нашей комиссии. Значит, я коллегам рассылал вопросы, предлагаемые для осуждения комиссии, в количестве трех вопросов. Значит, однако пришел ко мне, уважаемый мной коллега, председатель фракции ЛДПР, и предложил первым вопросом дополнительный вопрос. Я возражать не стал, и выношу на ваше решение в следующую повестку дня. Первое. Организация рабочей группы по мониторингу строительства Краеведческого музея и парков Адресского. Второе. Об обращениях помощников депутатов Совета депутатов городского округа Химии. Третье. Об обращении ТОС-Сходьего Чуристи. Извините. Четвертое. Разное. Дополнение в повестку дня. Нет? Кто за этой повесткой? Да, прошу. По пулу первого вопроса, на разговоре по рабочей группе или о временной комиссии? А это мы сейчас решим. Вот сейчас нам доложат, уважаемый коллега Молтыков, и мы решим комиссию, временную там, или рабочую группу, я не знаю что. Значит, кто за эту повестку дня, прошу голосовать. Так, значит, уважаемый Натальин, член комиссии, не голосует. Значит, единогласно, решение принято. Спасибо. Значит, переходим к первому вопросу в повестке дня. Об образовании рабочей группы, либо о временной комиссии по мониторингу и строительству украинского музея и парков Патриевского. Слово имеет Молтыков Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, присутствующие. Мы с вами, как бы, с Андреем Михайловичем и с Артаниной собираем на этот момент. Ну, как бы, все это начинается, с трагедствами начинается. Я считаю, мы химичами, мы не просто химичами, мы депутаты, и, как бы, наверное, нам с вами уже будет войти в эту рабочую группу и, собственно говоря, наблюдать, как происходит строительство и как распугаются бюджетные деньги на эти два замечательных объекта. Вот, если кто-то желает возглавить рабочую группу, вот, ну, тогда кто-то желает? Подождите, давайте сперва решим, создадим мы ее или нет. Да надо. 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 Значит, тогда я предлагаю, первое, создать рабочую группу, второе, вынести на совет депутатов ближайший. Совершенно верно. Вопрос о честности в этой рабочей группе. Вот, и я заранее предлагаю все-таки вас, как инициатора и уважаемого человека, руководителя фракции ЛГБР, все-таки третья фракция в Совете, я считаю, вот, уважаемые люди весьма, мы, в том числе, лично, вот, и, как бы, вас я предложил, вот, но давайте решим вопрос просто о создании этой рабочей группы. Я думаю, желающие войти в нее будут. Кто за? Против? Вы сдержались, единогласно, вы не голосуете, вот, вас мы не считаем, ну, ничего, ничего. Вот, единогласно, спасибо. Значит, первый вопрос у нас с пройдем. А можно вопрос, пожалуйста, для членства, ну, так сказать, для протокола уточнить, кто в рабочую группу сможет входить? Ну, в твоем, я так понимаю. Нет, я касательно, так сказать, депутаты, жителей, там, я не знаю, кто еще, специалисты или в том, что какие-то определенные группы. Антонин, мы, я думаю, создадим это все исключительно из депутатов, а вот люди, которых нам нужно будет приглашать, то есть, ну, как, может быть, это там, специалисты по строительству, что-то еще, эти люди будут приглашены. Если они нужны будут нам, скажем, на длительное время, на определенный период, значит, мы берем это на работа, если эти люди будут, ну, как бы, приглашены, там, скажем, на какой-то объем работы, на какое-то время, вот так вот. Все-таки рабочую группу я предлагаю создать из числа депутатов. Если. Так, позвольте, коллеги, резюмировать, да? Пожалуйста, начали. Конечно, конечно. Да. Очень спасибо. Спасибо вам за с вами, завтра. Заметали рабочую группу и в следующем день добежали. Если не лишним будет контроль со стороны депутатов и депутатского паруса, да, пособие средствами и объемы не только уделяются, и от того, как планомерно будет быстро заработать. И к тому же, я обещу, что так нужно, наверное, не нужна. Нужна. У меня вопрос следующий. У нас много, как бы, в перспективе, значит, планов по реализации этих измененных мероприятий, связанных с реализацией бюджета и строительства чего-то в городском и почему, или когда вот эти два объекта стали предметом нашего беспокойства? Я вам отвечу. Всегда нужно из-за чего-то начинать. Может быть, раньше, уважаемые инвентарторы, не интересовались, или как бы надеялись на то, что есть, ну, как сказать, специалисты, полностью им доверяли. Я не против, я не то, что я против доверия чего-то человеческого, просто надо знать. Наши избиратели, избирая нас, хотели, чтобы вы были переродированы, а не... Ну, я понимаю, это понятно. А может, там что-то еще кто-то может добавить? Ну, скажем. Вот, чьи группы. А, объекты имеете? Ну, почему бы нет? Давайте начнем с двух, а вдруг с двух уже споткнемся, а дальше больше посмотрим. Я не задержаваю. Позвольте, позвольте не резюмировать, значит, все-таки закончить надо. А, еще Андрей Михайлович, пожалуйста. Я, на самом деле, хотел уточнить, насколько именно создание рабочей группы требует согласия, ну, то есть, к вынесению на Совет депутатов. Я сейчас объясню. Нет, я просто знаю, что временная комиссия, Советская решение... Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, вот мы сейчас сидим, комиссия не в полном составе. Депутатов здесь только трое, которые не входят в комиссию. Вот, двое из ЛДПР, один из Единой России. Все. Значит, не смог, к сожалению, к моему большому, не смог Алексей Васильевич прибыть. Я его очень хотел сейчас видеть, потому что к нему вопросы, сейчас появится масса. Вот, к сожалению, Большевков, потому что заболел. Вот, к сожалению, нет от Единой России представителей. Вот тот же, ну, ладно. Но, это вот комиссия наша, это узкий круг, в общем-то, рабочий орган Совета депутатов, на который даже регламент мы можем никого не приглашать. Хотя я всегда готов, чтобы как можно больше людей было. Вы знаете, мы, спросите, да? Я неоднократно звучал. Облашал, а звучит не надо говорить. Поэтому мы вынесем на Совет депутатов только лишь для того, чтобы люди, которые заинтересованы, наши коллеги депутаты, могли войти в эту рабочую группу. Соответственно, я считаю, что она должна действительно быть из депутатов. А вот, если мы или кто-то из коллег депутатов, или мы все вместе решим, что надо такого специалиста пригласить или там очень умного человека пригласить, пожалуйста, мы его пригласим, он будет выступать и говорить нам согласны? Согласны. А то, что может быть расширить, может быть расширить, но аппетит приходит во время этой. Давайте действительно отработаем на двух объектах, тем более, что в функции Совета депутатов входят контрольные функции. Мы контролировать должны и бюджет, и администрацию, и даже контрольную счетную палату. Потому что мы выше, что там, поймите, местное самоуправление во всем нашим городском комплексе. Вопросы? Спасибо. Переходим ко второму вопросу. А вторым вопросом мы утвердили об обращениях помощников депутатов Совета депутатов городского округа Химии. Позвольте мне все-таки вступить на слово. Значит, я вот, ко мне приходят обращения, ко мне приходят разные слухи, и даже, так сказать, я иногда читаю либеральные сайты, на которых вдруг обнаруживаю свою личную перебиску. Значит, я не хотел, вот так сказать, плохо не о том говорить, но вот у нас есть Малагин Андрей Михайлович, он главный редактор газеты «Яблок и Химии». Значит, и единственное наше издание, которое больше всех аттестовал, аккредитовал у нас корреспондентов, да, которые при Совете депутатов, у среди них Алла Чернышева. Я ей звонил лично, к сожалению, она не смогла присутствовать, ну, может быть, причины были, а может, просто не захотела, я не знаю. Я захожу на ее сайт, это ваш корреспондент «Яблок и Химии». Кстати, я вашу газету хотел бы почитать. У вас есть что сказать по этому поводу? Очень хочется. Занесите, да, очень интересно. Только не по свободе, если можно. Значит, захожу, смотрю, личная переписка. Ребята, друзья, коллеги, уважаемые гости, я никому этот адрес не предоставлял, это личная переписка с вами. Значит, я еще раз говорю, друзья, 138-ю статью уголовного кодекса, а тем более часть вторую, с учетом того, что на аттестованные, аккредитованные корреспонденты Совета депутатов никто не отменял. Понимаете, она хороший человек, я ее знаю. Но не хочется, так сказать, наше отношение обращать обращение в Следственный комитет. Андрей Викторович, ну, пожалуйста, я вот стал дальше смотреть, я удивился, я удивился, что на сайте этом я вижу. А я вижу на этом сайте очень интересные заголовочки. Сейчас я вам прочту. Сейчас, подождите, найти надо. Значит, сейчас, сейчас, где-то. Плохо подготовился. Коллеги, я просто прошу настроиться на длительную, возможно, так сказать, долгую сегодня работу. Вот. И, ну, ладно, сейчас прочту. Значит, например, Совет депутатов нашел способ избавиться от свидетелей. Понимаете? Совет депутатов нашел способ избавиться от свидетелей. То есть, убить, что ли, гостей, я не понимаю, или избирать ли приходит. Как так понимать? Вы понимаете? Губернатор прилизает к химковому участку под застройку. Это вранье. Понимаете? Это вранье чисто. Губернатор не имеет таких полномокий прилизать к химковому участку под застройку. Понимаете? Я вижу, что против химчан, против Совета депутатов, против меня, против фракции определенных и партий. Значит, запущена злая машина неправда. Знаете, злая машина неправда запущена. Вот. Я, у меня только домыслы, как бы, мои предположения. Но я знаю, кто. Значит, знаю всей помощью. Вот. Знаю, в какую фракцию входит организатор этого преступного сообщества. Не побоюсь этого слова. Понимаете? Запустите, пожалуйста, слайд, номер, где написано «Депутаты старые и молодые». Значит, на сайте, на сайтах различных, на разных форумах обсуждаются. Вы знаете, есть депутаты старые, они плохие, есть депутаты новые, они хорошие, есть независимые депутаты. И столько раз сказали слово «независимые», что я уже начинаю понимать, что они все-таки какие-то зависимые, что ли. И от чего-то они зависимые. Вот, посмотрите. Вниз, пожалуйста. Посмотрите, значит, Совет депутатов обновился более чем наполовину. Избранные в прошлый СОЗЭК были 12 депутатов из нынешнего состава. Не избранных в прошлый СОЗЭК, то есть избранных в прошлый раз 13 человек, больше половины. Значит, все сейчас здесь сидит 1, 2, 3, 4, 5 депутатов и здесь присутствует избранные в первый раз в СОЗЭК депутатов. Понимаете? В прошлый раз они не были избранными. У вас нет, коллега с двойной, у вас нет случайно каких-нибудь тренинг со старыми так называемыми депутатами? Например, с Повстуном, который был избран в прошлый раз, нет ведь? Значит, у Юрья, например, с депутатом Ивановым, который избран в этот раз, он в прошлый раз не был в СОЗЭК депутатов. У меня с ним тренинг нет. Понимаете? Если с Повстуном у меня тренинг нет, но я, правда, старый депутат. Понимаете? Вы понимаете, что депутат обновлен. И у большинства депутатов, которые избран в СОЗЭК, тренинг нет со старыми. Есть некое меньшинство, которое себя считает новыми. Сейчас я закончу, скажете, договорились, да? У них какие-то тренинги есть, которые возражаются как-то, как-то разрешаются на каких-то сайтах. Понимаете? Откуда информация на этом сайте? Моя личная? Я не знаю. Значит, следующий, пожалуйста, вот сайт. А теперь посмотрим состав моей комиссии, которую я имею честь возглавлять, значит, в обществе, на котором я избран единогласно, да, если помните. Значит, вот посмотрите. В состав комиссии входит 8 человек. Значит, избраны в прошлый раз Агапов, Васильев, Большаков, Бессонов, Ковтун. Значит, Малый День, Сицинский, Мещевский, они избраны в этот СОЗЭК депутатов в первый раз, и в комиссии они, естественно, в первый раз. Значит, вот посмотрим фракцию Единой России. Значит, имеют фракцию в СОЗЭК депутатов 44%. В комиссии представлен всего лишь на всего комиссии с двумя СОЗЭК, простите, моя ошибка. В комиссии 25%, то есть Единая Россия сильно проигрывает в представительстве комиссии, которую я возглавляю. Значит, КПРФ, фракция, имеет в комиссии, имеет в составе депутатов 16% депутатов, а в комиссии 25%. То есть, оппозиционные партии представлены значительно. Значит, есть фракция ДТР, которая, ну, 12% имеет в СОЗЭК депутатов, 12,5% в комиссии, почти так же, как и в СОЗЭК депутатов она представлена. Смотрит фракция Яблок. Ну, это вообще, значит, имеет Яблоко 12% в СОЗЭК депутатов, а в комиссии целых 25%. Так какие же депутаты у нас в комиссии представлены больше? Все-таки оппозиционные, я вижу. У нас в ведущих партии имеют всего 25% в комиссии в нашей. Мещерский представляет фракцию Родина, 8% в Совете депутатов имеет фракция, 12,5% имеет фракцию в комиссии. Как интересно, да? То есть, у меня в комиссии только 2 человека представляют партию Единая Россия, остальные все, 6, представляют оппозицию. Ну, а о каких противоречиях между членами фракции у нас идет речь? Между прочим, если вы помните, на прошлом заседании комиссии, все проголосовали единогласно за все вопросы, которые вы вынесли, единогласно на моей комиссии. Значит, а вот дальше смотрим. Я так кончу, подождите, КПД посчитаем сейчас. Еще и КПД посчитаем. Значит, смотрим список помощников депутатов. Я анализ провел, понимаете? А потом синтез. Вот я вижу, например, помощники депутатов праздную. Например, например, на главный суд дистраф Угоревич больше всех имеет помощников. Кстати, Евген Чернышева, Алла Николаевна, кстати, персподин, который в Яблоке. Ну, правильно, на данный момент же от Яблока. А еще Шаповалова Ведлова, Нерри Валерьевна. А Шаповалова Ведлова, Нерри Валерьевна, если вы знаете, неоднократно избиралась от партии Коммунисты России. Значит, сообщаю, что партия Коммунисты России была судна для того, чтобы у моей партии, КПРФ, отобрать голоса. Так вот, теперь мы смотрим, Коммунисты России в помощниках ходят у Нагланова. А Нагланов, как известно, является сподвижником господина Навального. Сидельца нашего. Да? Водик, подвижник. Ну что вы? Это вообще высказывается к вопросу поездки? Ну, высказывается. Это не относится, уважаемый. Нет, я не относится, вообще по этому вопросу поездки не было. Подождите, подождите. А теперь мы переходим к обращению помощников депутатов. Непосредственно уже. Я вам дам, подождите, сейчас я закончу. Нет, почему? Сейчас будем обсуждать. Значит, смотрите теперь. Значит, к кому обратился господин Горбашов? Он, по его личному утверждению, является помощником депутата Мещерского. Да? Нет? Не Мещерского нужно знать. Да. К сожалению, человек не пожелал. Не на письмо. Пожалуйста, не кричите с места. Пожалуйста, не кричите с места. Уважаемый Горбашов. Значит, если ваше заявление о том, что вы помощник депутата, подлежит сомнению, пожалуйста, ролик имеется, где вы обождаете это. Значит, я бы запросил список помощников депутатов, там Горбашова нет. Кто врет? Злая машина неправда. Так ведь? Ну, кто обманывает, скажите мне? Меня обманывает аппарат Совета депутатов? Меня обманывает, может быть, Мещерский? Меня, может быть, обманывает Горбашов? Дальше. Переходим конкретно к письму. Ну, вот, кстати, и списочек. Один из членов общественной палаты имеет судимость. Ужас какой-нибудь. Надо там смотреть. Ну, как-то. Как может иметь членов общественной палаты судимость? Они справку об отсутствии судимости сдают. Иначе их не назначат членов общественной палаты. Погашенные. Согласны? Погашенные. Ну, значит, и мелкий римец. Значит, сейчас-то не имеет. Понимаете? Вот. Опять же. Сегодня, кстати, вы знаете, что сегодня суд по зайцу в нашем коллегии Андрею Валерьевичу в 16.00 за клиенту? Обалдал он там кого-то в администрации, да? Правда? Вот, пожалуйста. Обязан комиссию донщики. Значит, я прошу смех не кричать. Я дам слово. Я дам слово вам. Но только вам. Но только вам. Значит, смотрите. Поступило заявление. Заявление поступило путем верной рассудки. То есть всем депутатам это заявление поступило. Значит, я этот адрес никому, кроме депутатов, не давал. Значит, уважаемые коллеги. Значит, я с нынешнего момента просто-напросто такие письма буду отправлять в Сапану. Значит, обращайтесь ко мне через аппарат Совета депутатов. Не отколеть, нечего скрывать. Значит, заявление в адрес Волошина, Дренова и Бессонов. О, как. Понимаете, в какой компании оказался Бессонов. От Гербашова Игоря Николаевича. Заявление об обеспечении права граждан на участие в деятельности комиссии по вопросам законодательства, местного самоуправления и депутатской этики Совета депутатов городского округа Китли. На участие в деятельности. Ну, депутаты будут участвовать в деятельности комиссии. Прекрасно. Ну, и там очень много цитат нормативно-правых актов. Очень много ссылок на обстоятельства. Значит, много сетываний на то, что депутаты Совета депутатов недостаточно квалифицированы в правом отношении. Ну, и так далее. И, в конце концов, заканчивается. В цели удовлетворения моего законного интереса в части реализации имеющихся у меня прав, прошу обеспечить мое присутствие на все без исключения заседания комиссии, включая заседания, назначенные на 27.06.2017, в связи с чем прошу заблаговременно информировать меня о месте времени и повестке заседания комиссии, а также, когда стоит у меня муниципальный правовой акт регламентирующий присутствие пользователей информации на заседаниях комиссии. Ну, я, конечно, ответил, что таким правом актом является регламент Совета депутатов, как бы ни у кого возражение этот ответ не вызывает, потому что есть закон о... Как он называется? Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов в местном самоуправлении. И там статья есть специальная, что регулируется доступ интересующихся регламенту соответствующих коллективных органов. Органах местного соуправления. Значит, вот, регламентом исследует руководство. А в регламенте статья 48 Антонина Васильевна. Сказано, что нужно заранее, за два дня, подавать список. Причем подавать не только фамилии и имя отчества, но также местожительство и паспортные данные. Вот я, например, подаю местожительство и паспортные данные тех людей, которые присутствуют. А вы не подаете, вы просто... Ну, я не знаю. Сейчас ответите, сейчас. Ну, это же полпределяет. Сейчас лучше, да, но мешаем и отвечаем. Значит, вы в последний момент... Вы в последний момент направляете в Совет депутатов по электронной почте письмо, в котором указаны фамилии и имя отчества участников. Ну, они вам идут на встречу. Они вам, этих людей, пропускают, да? Хотя, в общем-то, могут упереться и не пропускать. Да? Значит, пожалуйста, коллеги, коллеги, депутаты, прошу, возражайте. Нет, а можно ли сказать? Возражайте. Начнем с конца. Регламентом Совета депутатов у нас регулируется присутствие выступающих непосредственно жителей, либо там, я не знаю, каких-либо приглашенных лиц. То есть, грубо говоря, если он выступает, отвечает по существу какого-либо вопроса в повестке заседания, тогда да, список на него, ему нужно вносить список и благовременно за два дня до заседания подавать в письменном виде в аппарате этой депутации. Если это просто житель, который пришел послушать, как гость, и не выступать, ничего не говорить, а просто следит за работой комиссии, то на его список, его вообще, как бы, регламент его пропуска на заседание комиссии Совета депутатов или кого-либо еще не регламентирован никак. Иначе, каким образом у нас на публичное слушание в администрации городского прокуратного посадка... Не путайте, это заседание Совета депутатов. Публичные слушания – совершенно иной процесс. Публичные слушания являются открытыми. Заседания Совета депутатов тоже являются открытыми. И еще раз повторяю, допуск обычных граждан, которые не заявлены в повестке заседания, как выступающие или комментирующие какой-либо вопрос, не регламентирован никаким нормативным актом. И я это вам скоро докажу. Надеюсь, я решаю. Все? Андрей Михайлович, прошу. Очень печально, что приходится что-то доказывать, что у публичной службы они открытыми для граждан, а Совет депутатов всячески пытаются какие-то препоны поставить или не поставить. То есть, как не всегда получается у граждан, пропасти не всегда на Совет депутатов, но на какой-то публичной службе. Что касается начала выступления, да, действительно, Чернышу Алла Николаевна – это мой корреспондент, ну, корреспондент Ягубки Новости, но не могу понять, как тот сайт, с которым вы цитируете, а то из Ягубки Химки. Вот тут я просто не могу понять. Я поскольку она мой корреспондент, я не считаю, что должен быть за него ответственным все время, то есть, как бы, все 24 часа. Вот, поэтому, ну, и поскольку данный вопрос, в принципе, не адресовался заблаговременно, то есть, как бы, за три дня, как в уровне положено, регламент, вот вы мне сами, корреспондент, тоже, как бы, говорили, что нужно желать посадки рабочего дня, чтобы, ну, там, делать производство, соблюсти и все дела. Вот, что есть, как бы, больше отчетки не сидят по этому поводу. Я хочу, я не считаю, а то, что... Позвольте возразить обоим коллегам. Значит, первое, к сожалению, иного нормативного акта, кроме регламента у нас в Совете Депутатов, не имеется. Значит, более того, помните, ваш коллега, забыл еще назад, выступил с инициативой изменения в регламентах и даже предложил создать рабочую группу по изменению в регламентах. Заметьте, я вам пошел на встречу, и моим голосом перевесил мнение комиссии о том решении, о том, чтобы создать рабочую группу. Что сделано с тех пор? Значит, понимаете, вот, педушок только укалекал, а там, говорит, ну, светает. Значит, злая машина неправды опять работает. То есть, встали, заявили, мы будем, мы там всех порвем, мы будем делать изменения в регламентах. Да, давайте делайте, а все. Понимаете, а все. Значит, далее, Антонина Васильевна, я жду, как председатель комиссии, я жду ваших, значит, конструктивнейших предложений по поводу того, как будут допускаться желающие по присутствию вот здесь. Они в присутствии все пришли, нормально. Никого там не задерживают. Это, ты, режима, никого там, не юндели, нет внизу. Нет? То есть, так, значит, они все слушают. Вот, я жду от вас на внутренних предложений о том, как Совет депутатов будет обеспечивать здание, не приближающее ему, с пропускным режимом, свободный доступ к приглашенных лицам. Объясните мне. Я, может быть, соглашусь. Понимаете? Да, слушаю. Что, слушаю? Ну что, администрация у нас не в курсе, что сегодня проходит заседание комиссии? Вы же согласовываете кабинет. Да. На заседание Совета депутатов кабинет согласовывается. Администрация в курсе. Даты и время проведения того или иного заседания. Соответственно, на это время администрация может дать распоряжение в охрану о том, чтобы жителей, которые идут непосредственно на заседание Совета депутатов или комиссии, пускали по паспорту, как это сейчас происходит, на будличных слушаниях. Антонина Васильевна, смотри, пункт 1. Значит, это должно быть внесено в регламент. Покуда это в регламенте нет, вы меня извините. Вот, не надо обвинять Совет депутатов, что он там прячется от кого-то. Я, например, не прячусь. Я заранее оповестил вас о том, что за 10 дней оповестил, что будет комиссия. Значит, оповестил лично всех корреспондентов, все издания, которые у нас аккредитованы, обозвонил лично. Вот вы мне не давали телефон Чернышева, я его нашел и ей позвонили. Она не смогла прибыть, но не смогла. Понимаете? Да, сейчас. А по поводу комиссии, по поводу присутствия, вот была у нас прошлая комиссия. Сколько было крика. Совет депутатов спрячется, хочет устранить, танцететь. Что там только было не написано. Значит, смотрите, была комиссия, маленький кабинет. Ну, не дали мне, не дали мне. Другого дня не было, понимаете, для проведения комиссии. Мне не дали другого кабинета. Значит, на комиссии было. Послушайте, послушайте, коллеги. Значит, на комиссии, комиссия была почти в полном составе. Значит, было 7 членов комиссии. А всего было 13 депутатов. Можно было совет проводить, кворум был для совета. Значит, было 4 руководителя фракции. Было 3 руководителя-представителей СМИ. Был уважаемый коллега Малыгин, руководитель Яблоко-Хиньки. Был уважаемый коллега Зайцев, который сейчас судья, наверное, да? Он городская газета. Это были представители поднословной правды. Значит, были 3 председателя Совета депутатов. 3 председателя Совета депутатов в полном составе. Был председатель Совета депутатов. Но никто из приглашенных лес почему-то не пришел. Потому что, наверное, не обратились для того, чтобы их пропустили. А место было. А потом кричит, что вот, прячутся, скрывают свою работу. Кто скрывает? Освятите нашу работу на дружной комиссии в газете Яблоко-Хиньки. Андрей Михайлович, как главный редактор. Прошу. Андрей Николаевич, многие жители хотят видеть по очереди, как работает Совет депутатов, и садить постоянную комиссию. Поэтому хочу сказать, что, во-первых, регламенту не предусмотрены сроки, за которые необходимо уведомлять Совет или аппарат Совета. И вообще нет такого, что кто-то эти списки должен подписывать. Вы мне покажите, где это написано в регламенте. Восьмую статью читайте. Я просто не сам. Я прочитаю сейчас. Я просто. Я прочитаю. Как бы вот, в связи с этим высказывает, я думаю, что все жители Химов, желающие посмотреть, как в очереди Радонный Совет депутатов могут слить у экрана, могут слить внизу, на экран глядя, и все смотреть. И слышать. Абсолютно все. Не обязательно набиваться, как, это самое, караси, там, чередка, в бочку. Абсолютно какой-то, когда есть удобное место, где можно все услышать, увидеть, и нет проблем. Потому что они вас хотят, чтобы вы увидели. Все. Должна присутствовать свобода доступа к получению информации. Если житель хочет прийти и посмотреть поочию, никто не имеет права ему в этом запрещать. Антонина Васильевна, я еще раз вам говорю, уважаемые мы коллеги, я жду от вас конструктивнейших предложений, понимаете, они должны, они могут, они хотят. Мало что кто там хочет, сможет или хочет. Поймите, вы депутат, вы. Вот Совет депутатов скрывается от свидетелей, это не Иванов, не Иванов, не Дриносов, это Стеценко в том, шли и Малыгин скрываются. Вы поймите это. Андрей Михайлович, если человек с улицы хочет попасть на заседание Совета депутатов, то есть не хочет смотреть по телевизору с фоккорном, хочет именно прийти и посмотреть поочию, там, не знаю, автограф, может, кого-то взять, варианты вашей. Скажите, какое порядок действия как председателя комиссии, по законодательству. Какой порядок действия, то есть как бы, что этот человек должен сделать? Вы хотите от меня услышать разъяснение в моей комментарии в 48 статье регламента? Конечно. Ну и в 48 статье тоже просто не взял регламент. Да я сейчас вам дам, подождите, я сейчас найду ее. Я вам просто регламент вручу, чтобы вы изучали ее долгими вечерами зимой. Зима близко, Андрей Михайлович, зима близко. Я вам что скажу? Сейчас у нас порядок такой, в порядке 48 статьи регламента. Депутат, Советы депутатов, подает Совет депутатов в списке. Лиф, которых он бы хотел видеть, не прерывайте меня. На заседании Совета депутатов. Может быть он спросить хочет, или просто, чтобы человек посидел, полюбовался, там, Ндринова, Набессонова, я не знаю, Настяценко, в конце концов. Вот. Но, он подает за два дня рабочих до заседания Совета. Заметьте, а не комиссии. А про комиссию вообще ничего нет. Потому что комиссия, это не есть коллективный орган местного самоуправления. Это коллективный орган, коллективный орган, как господин Дорбашов справедливо заметил. Старший помощник, клашев дворник, вы понимаете, мы вообще можем отдельно заседать. Поймите это. Вот. Значит, за два рабочих дня список на имя председателя Совета Депутатов не высказанного, а бумажного, в котором указаны фамилии, имя, отчества, место жительства и паспортные данные. И у Совета Депутатов, будет председатель Совета Депутатов, должно быть время, чтобы он этот список составил и на охрану передал. Значит, пожалуйста, я хочу слышать, каким образом можно обеспечить присутствие людей, которые хотят здесь присутствовать в помещении, которое Совета Депутатов не приближит. Может, вы предложите проводить в арене химии? Может быть, там давайте, дойдем туда. Будем там за себя. Не вопрос. Помещение принадлежит? Там не принадлежит, тем более. Ну вот. А это помещение принадлежит? Все. Подождите. Может, вы аренду? Говорите, вы говорите. Вы аренду, вы говорите. Да, Андрей Николаевич, я попробую еще раз. Я вам слово не дам. Я попробую еще раз. Если человеку, мы не посчастливы быть знакомы с Дариновым, с этой центой, тем более с вами, а каким образом он может попасть по заседанию Совета Депутатов. Еще раз. Жду ваших конструктивнейших предложений. Значит, он звонит в Совет Депутатов, просит связаться с каким-нибудь депутатом или идет на прием. Например, у меня прием, как я разъяснил, по вторникам, каждый вторник с 6 до 8, пожалуйста, проспект Мянников, дом 10, помещение 2Б. Придет, я с ним побеседую, если человек адекватный, если он не будет тут кидаться, неизвестно чем, да, депутатов, я не дал приглашение, конечно, если он мне паспорт свой покажет, что он химчальный. Справку возьмете, что он отдает? Нет, справку не надо. Я сам достаточно квалифицирован, чтобы увидеть, человек будет, то я, а не теряю. У вас есть образование в врачах? Врачей нет. Но как вы тогда можете определить? Я вас уверяю, пожалуйста. Я вас уверяю, я вас уверяю, я уже как бы упражнительного, я уже как бы упражнительного, я уже как бы упражнительного, сколько угодно. Мы уже 3 или 4 раза, одно и то же будет в столетии. И всем, по-моему, понятно, что все дело в тех рамках, в которых мы находимся в соответствии с нашим рекламным. И конкретное предложение о внесении изменений в рекламе, чтобы этих вопросов больше не было. Но уже это всем понятно. И, по-моему, понятно тем же результатам, которые выступают активно с внесением исправления в рекламе. Но так давайте же сделаем это. И не будем, а где-то, может быть, больше не было видно. Да, спасибо. Давайте резюмируем на дискуссии. Вы, про кто-то хорошо, хочешь сказать? Кому-то поговорим. Микрофон. Николай Васильевич. Я полностью солдат за с вами. Я хочу сказать, что мы говорим о практических действиях, как на своих коронавирусных предложения никто не знает, не воносит. Давайте вырубаем практическое предложение и будем проотворять жизнь. То, что люди, наши избиратели хотят быть на наших собраниях, на наших комиссиях, это мы только за. Но порядок должен существовать порядок. Безопасность в нашей жизни, вы понимаете, это один из основных элементов. И никто от этого не струкнул. Или вы, или я, или не наши жители. Спасибо, коллеги. Есть еще выступление. Давайте закончим наше мнение, очень продуктивное. Ну а коллеге Горбашову, я бы, собственно, не стал бы этот вопрос выносить, если бы Горбашов, пока мы с ним переписывались, он бы не стал членом общественной палаты, причем его рекомендовала общественная палата Московской области. Значит, я что хочу сказать. Я не возражаю, если на сайте ЭКО «Барона» будет наша с ней переписка опубликована. Значит, два письма от него, два письма от меня. Очень будет интересно публике почитать. Вот. И, как Петр Первый говорил, очень, так сказать, можно вывод сделать хороший. Кто есть кто. Спасибо, коллеги. Давайте перейдем к третьему вопросу. Нет возражений? Спасибо. Я прошу голосовать за право ответственности. Значит, пожалуйста. Пользуйтесь вашим же регламентом, который вы установили. Коллеги, я обращаюсь к членам комиссии. Мы будем Горбашову слово предоставлять или нет? Я считаю, что нет. Давайте голосовать. Первое предложение предоставить Горбашову слово. Кто за? Нет, почему мы должны прислушать человеку? А я скажу. Да, кто против? Большинство, пожалуйста, Горбашов, выступайте. Только недолго. Большое спасибо. Пять минут. Хватит? Давайте. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, здесь рассматривается мой вопрос. Сразу хочу сказать, что ты, заседатель Андрея Николаевича, не совсем приятно его вложил. В каких аспектах? В том, что я стою помощником депутатов, а не помощником депутатов. Вы помощник депутатов? Закрывая эту тему, я помощник депутатов. Значит, это, чтобы вы передали тое самое предложение неправы, да? Шабанодожский, таких, как сказать, ошибок не допускает. Второе. То письмо, которое вам написано, написано от гражданина Горбашова, который имеет право, как только что сделал депутат Малуни, присутствовать, а не быть приглашенным согласно. Посмотрите по вниманию, не поддельно взблуденности депутата. Значит, дело в том, что та статья, на которую вы ссылаетесь, точнее, не статья, а часть, не главенца, потом 48-я вы сказали, да? Вот, и нас хотели все говорить, о том, что, как приглашенные могут участвовать в деятельности Совета депутатов и его комиссии, возможно, да? Поэтому, опять же, отсутствует нормативный акт, как сказал депутат СССР, о том, каким образом регламентировано присутствие граждан, непомощников, неприглашенных, а просто граждан, как, скажем так, не главного уровня, прохожих, скажем так, по-простомуски, на заседании коллективного органа, коллективного органа. Важно повторяется, это не патология, это терминология закона номер 8. Соответственно, если такого регламента нет, значит, мы присутствуем здесь, вне регламента, потому что обладаем право, запретить нам этого никто не может. Соответственно, если затыкать его там тоже никто не может, до тех пор, пока не будет, это не такой регламент. Нет смысла требовать этого регламента от Сорценко, потому что с ним, она депутат, она имеет право на, как бы сказать, законодательную право творчество и инициативу, но она имеет право, а не обязанность. А вот обязан Совет Депутатов. И об этом будет заботиться товарищ Демоновский, который является председателем Совета Депутатов. Это его непосредственная обязанность. Тем более, как сказано было здесь, депутат Алиссунов, Совет Депутатов – это высший уровень. Комендарь, значит, общественник, его словар, это принуждение с немцы. Картий, местного самоуправления, которое имеет высшее значение в Депутатове, и в Северное право в Российской Федерации. Вот. Значит, коли уж я упомянул картию, то скажу, что ни регламент, ни устав городского права Химки не соответствует этой картии. Поэтому, можно сказать, прежде всего, регламент – это в вашей связи, никаких публичных служб не проводить не нужно. А во-вторых, устав города Химки нужно приводить в соответствии законодательства. Иначе это противоречит Конституцию. Если, кто-то из депутатов в это не посвящен, а, так сказать, уважаемый депутат Бессонна, когда еще и виситим образованием не посвящает своих коллег, то приходится вот выступать мне и другим моим коллегам, которые смотрят здесь присутствие. Дмитрий Мешкин, тоже юрист, который, можно сказать, о том, как он пытался однажды пройти через сутки на заседание Совета депутатов и так далее, и выиграл, опять же, это дело. Вот. Значит, и коллега, так сказать, Некрасов, который тоже выиграл это дело, вот. Но в результате, да, не понимаете, опять-таки, почему-то, если Совет депутатов в лице председателя бездействует, дало голосу вам два месяца на то, чтобы выиграли регламент, регламент не выиграл. Сперва я. Сперва я. Пять машин, не он прошел? Нет, еще две. Еще две. Да. Одна. Уже. Нет, правда. Говорите, говорите. Очень интересно. Собственно, вы, еще раз, обращусь к вам, не совсем корректно, то есть вы пропустили, как бы здесь, прогнав так своими словами, все то, что написано. А там написано об основании в моем письме, да? Значит, я сейчас точно не помню, вы можете посмотреть, не дать мне, что называется, соврать, вот, вы найдете постатью, это не 15, я кажется, 13, где говорится о том, что специальные дюжерные средства должны реализоваться для того, чтобы обеспечить право граждан всех подрядов, кто желает, да, присутствовать на заседании комедиарной формы комедиарной формы. То есть конечный, в том числе, в том числе, в том числе, как вы там назвали это, да? В том числе, Вот вы помощники дворка в данной ситуации, а вы тогда, кто не понят? Я вообще прав под копытами ваших коней. Поймите, вы мой избиратель. Спасибо. Мне очень приятно это слышать от вас в присутствии ваших коллег. Хотелось бы, чтобы встретить, скажем так, вот такое отношение и проявлялось. Но не в каком-то, так сказать, ироничном, как бы, наклонении, а действительно так оно не было. Вот. Так вот, возвращаясь к карте, что я хочу сказать. Карте закон, так сказать, 131-го несту самоуправления. Да-да-да, полминуты нет. И, так сказать, уставка, на сумму, украинский требует того, чтобы, так сказать, орган местного самоуправления, а как тебе подразумевается один орган местного самоуправления, это Совет депутатов, вот, у которого есть, там сказано, обладает или располагает исполнительные органы, то есть, которые, как сказали, все причиняются вам, вот, значит, действуют, исконя из интересов населения. Это единственная полномочия, к которой, на самом деле, наделены депутаты. Поэтому, будьте любезны. Спасибо, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, я не хочу вас действовать. Вот и все. В вашем лице. В вашем лице населения. Значит, я по поводу, опять возвращаюсь, ну, все, все, спасибо. Я вам по поводу не буду задавать, я пару уточнений только сделаю к вашему выступлению. Уважаемый Игорь Николаевич, значит, вы, больше всего, я, вот, в общении с коллегами, я вас вообще очень люблю, всех коллег своих, разбирателей, вот эту публику, которую я, можно сказать, сама любовь, вы поймите, но вот я одного не люблю. Не люблю я только, когда говорят неправду. Значит, два момента неправды, к сожалению, я в вашем выступлении заметил. Значит, это то, что господин Мюшкин попытался пройти, а потом выиграл суд. Значит, господин Мюшкин суд проиграл. И это то, что господин Некрасов пытался пройти. Сейчас, 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 кричать не надо. Вот, кричать не надо. Второе, господин Некрасов пошел, опять попытался прорваться, подал суд и выиграл суд. Значит, Некрасов суд проиграл. Поймите, два правильных дела по поводу того, что кто-то там, кого-то не пустил. Вот. Это единственное совмещение. А там все правильно. Пожалуйста. Адмир Михайлович, пожалуйста, в микрофон. Коллеги, поскольку имеется судебная практика, и она прямо касается нашего этого вопроса, я прошу вас поддержать мою акцентсиру, чтобы дать слово Ярославу Микраду и Дмитрию Мышленову высказаться по этому вопросу, поскольку их судебная практика, она непосредственно связана с этим вопросом. Хорошо, давайте. Давайте предложим ему это предложение. Минуточку. Коллега Малыгин предложил предоставить слово Мышлену, Дмитрию Николаевичу и Некрасову Ярославову. Простите, как? Николаевичу. Тоже Николаю. Мы с Николаевичем собрались. Выслушайте, дайте им слово. Я лично против, мне так все ясно. Значит, какие будут предложения? Давайте, кто за то, чтобы дать этим двум уважаемым друзьям нашим, коллегам слово? Кто за? Двое. Кто против? Трое. Продолжение не прошло. Да, Андрей Михайлович? Тогда у меня есть одно предложение. Я прошу дать слово Некрасову Ярославу. Хорошо. Хорошо. Кто за то, чтобы дать слово Некрасову Ярославу? Кто за? Против? Трое. Вы не голосуйте. Спасибо. Ну, вы поймите, у нас вот демократии, да? Да. Все, давайте закроем этот вопрос. Значит, коль скоро, сейчас, коль скоро Игорь Николаевич является помощником депутата Вечерского, хотя вот, например, по данным, которые мне предоставил своих депутатов, Игорь Николаевич не является помощником депутата Вечерского. Кто опять меня обманывает? Я не знаю. Вот злая машина, неправда опять действует, да? Видите? Оказывается, у него и удостоверение есть. Значит, меня обманывает аппарат, да? Вот, вот злая машина, неправда, согласен? Вот они, да, и гражданцы. Ну, не знаю, может быть, и они. Может быть, и они. Я не знаю, кого подозревать. А кто предоставил из коллег? Значит, там всего 26 получателей было этого письма. Умажаемые коллеги, советы депутатов. Может, они это доставили? Я не знаю. Ну, давайте мы прекратим эту дискуссию. А, пожалуйста. Я хотел немного заступиться за Андрея Николаевича, потому что у меня странное ощущение, что мы здесь перед кем-то оправдываемся. Да, мы действительно, у нас многое возможно, и все такое, но когда на моего коллегу проливают все вот эти вот, ну, я бы не назвал это, какой-то там, высокого полета, да, напортачили что-то там, и мы сидим и тратим на это время, ребят, честно, я бы не этим хочу. Давайте перейдем к разуму, перейдем к делам, и еще раз хочу заступиться за коллегу. Посмотрите, не надо пользоваться тем, что он излишне вежливый, достаточно воспитанный. Вот я, как бы, его протестую против этого всего. Спасибо. Так, Андрей Михайлович, скажите. Ну, я на самом деле тоже хотел высказаться. Это очень печально, что происходит такая ситуация, и она не только сейчас, она очень часто, когда происходит либо комиссия, либо заседание Совета. В частности, видно, что действительно, да, депутаты, они, благо, дорожаются, и им просто нет времени выслушать простых жителей и активных граждан города. Андрей Михайлович, реплика. Значит, на Совете депутатов, депутаты не должны выслушать простых жителей. Депутаты должны на приеме выслушать простых жителей и выносить те сведения, которые им высказали жители, на Совет депутатов. И на Совете депутатов никаких выступлений, иных, кроме депутатов, выступать не должно. Так, давайте закончим, да? Нет возражений? Спасибо. Третий вопрос. Третий вопрос у нас об обращении в ТОВ-Сходне-Меченске. Значит, в Совет депутатов откладываю вопрос, потому что доложить его некому. Почему некому? Потому что некому. Да и есть. Уважаемые кубки. Правда? У нам очень представитель здесь находится. Так, я сейчас буду просить Совет депутатов, но насилие есть всегда призвание к порядку. Да и призвание к порядку есть к насилию. Пожалуйста, не кричите из залов. То есть, поступило предложение от имени ТОВ-Сходне-Меченске, связи с тем, что они решили обратиться в Совет депутатов городского округа Хинькин с предложением о внесении правоотворческой инициативы. Согласно этому протоколу, представленному до 2 мая 2017 года, то, что сегодня Меченске предлагает внести изменения и дополнения в положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Хинькин. Значит, поскольку кроме письма и протокола ничего не было представлено, я был инициатором письма от имени Совета депутатов в адрес ТОВ-Сходне-Меченске о том, чтобы нам предоставили устав Сходне-Меченске, протокол об избрании председателя Сходне-Меченске, а также о том, что есть полномочный представитель и чтобы нам предоставили доверенность на этого представителя. К сожалению, спустя почти 2 месяца пришло письмо, что мы не можем представить вам протокол, поскольку протоколом от 2008 года была Интерна Королева. Второе, что устав имеется у вас. И третье, что поскольку в протоколе назначен представителем по всем вопросам Мышкин Дмитрием Николаевичем, то вот, пожалуйста, руководствуйся нашим протоколом от 22 апреля 2017 года, да, с 2019 до 2013, вот. Хорошо, значит, я запросил в администрацию устав, устав мне дали. Вот я запросил протокол об избрании Королева, протокол мне дали. Значит, доверенности, к сожалению, от Мышкина нет. Значит, давайте руководствуйся с протоколом. Значит, приглашенные на общее собрание. Администрация городского округа Хиньки представитель не присутствовал. Совет депутатов городского округа Хиньки представитель не присутствовал. Депутат Совета депутатов СИЦЕНТа Антонина Васильевна присутствовала. ДН Мышкин присутствовал. 37 членов ТОС сегодня в Мичуринске, согласно списку, присутствовали к форму Минца. Председатель общего собрания Королева, Ольга Ивановна Секретарь общего собрания Лагуткина, Анна Александровна. Значит, стал смотреть устав этого самого ТОС. Смотрю, об уставе сказано, что к форму общего собрания 50 и более участников территориального общественного управления. Запросили справку от Совета депутатов в территориальное управление Сходня. Значит, согласно справке, на территории ТОС Сони Мичуринки, территории, которая определена соответствующим решением Совета депутатов, проживает 50 человек, граждан Российской Федерации, прописанных, в постоянное время зарегистрированных, которые старше 16 лет. То есть к форму общего собрания должен быть 26 человек. Андрей Михайлович, это так? Нет, ну как, значит, если в уставе написано 50 и более. Значит, к форму общего собрания 26 человек, правильно? Антонина Васильевна, вы присунули на собрание. Сколько человек было на этом собрании? Скажите, пожалуйста. Слушайте, ну это собрание было уже более месяца тому назад, откуда я знаю. Вы запамятовали? Ну, я не знаю, как вы, а у меня встреча с жителями проходит на революционной основе, и, к сожалению, всех не помнить. Вот, честное слово, памяти нету. Хоть с секретарем ходи, чтобы все записывал. Знаете, протокол есть, в протоколе указано 37 человек, но, слава богу, есть интернет. И, слава богу, есть аккредитованный журналист из Дании Левой Берии Кинги. Товарищ, как же его звать-то? Сейчас я посмотрю. Сергей Макаров. Сергей Макаров, совершенно верно. Поставьте, пожалуйста, ролик номер 2. Давайте поближе. Так, здравствуйте, уважаемые члены, у нас проникционное веселье Сабаев, посвященное нашему встрече Редактору на Шпинах. А также, мы хотели бы видеть администрацию документов, которые еще раз приняли и не приняли на нашу собрание. Решаем вопрос, а при культуре и равное. Мы предупреждали на холодности, выдержали. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня, да, да, вы знаете? Этичная рука была. Да, этичная рука была, это поможем. Три. Да, три. Приехал за помощью. Мы вдали в берегу, которые приняли решение создать ТОС. Вот, глядя на вас, глядя на ваших коллекциях, мы решили создать ТОС. Почитали проположение о ТОСе Химкинском, мы хотим создать ТОС на микрорайон, на микрорайон. И посмотрели, что в этом приложении вы не видели, создать его практически невозможно. Надо собирать 6 тысяч подписей, там нужно потом паспортные данные, но очень просто. Вот, что делать? Ну вот, с Ольгой давно общаемся. Вообще, ТОС, территориальное общественное самоуправление, имеет право о законодательной инициативе в Совете Депутатов. Вот, я как юрист, я написал изменения, вот это положение о ТОСе, по упрощению создания ТОСа на крупных территориях. И сейчас вас прошу, вот эти собаки, выступить, чтобы ТОС выступил с инициативой подачи в Совет Депутатов изменений в положении, и назначил меня по научным представителям ТОСа в Козне-Бичулинске для представления интересов Совета Депутатов. Вот, для этого, ну, эта процедура практически в вашем уставе и в законе, мы для этого можем собрать лучшее собрание, чем сейчас мы занимаемся. Поэтому просим у вас получать положение о ТОСе, после этого в КИМ, как мы, если его среди Совет Депутатов, будет, так скажем, ну, такой закон. Хорошо, то есть, правильно, понятно, что если мало человек, это реально собрали подписи, поскольку передали. Да, совершенно верно. Если 6 тысяч человек и больше, это очень трудоёте и трудоёте. А у нас микроюн 12 тысяч. Я же думаю, поделюсь, куда-нибудь против. Ну, а вы, чтобы упростить процедуру организации? Я говорю честно, я разговаривал с отдельными депутатами, вот с Матонинской Центр, к которой сейчас должно подъехать, с другими депутатами, как вопрос положительный, ну, как дальше пойдёт, не знаем. Но, что самый главный, Совет Депутатов обязан рассмотреть эту инициативу, и дать или отрицательный ответ, либо положительный. Вот там-то и посмотрим, кого представляют депутаты. Я думаю, что моё предложение здраво, разумное и нормальное, оно для города Химов будет только плюс, потому что если люди где-то в других их районах захотят продать большие ДОСы, вот, то тут будет более попроще. Поддерживайте. Поддерживайте. Спасибо. В принципе, это надо. Вся повестник дня в официальный чай сейчас приедет автомобильный социальный. Депутация депутатов. Ей, вот, когда-то, какие-то вопросы, какие есть, она готова подъявить на Совет Депутатов. Спасибо, коллеги. Значит, вопрос у нас очень простой сейчас. Мы сейчас будем всё рассматривать, читать досконально. Единственное, что, согласно этому протоколу, является ли Дмитрий Николаевич Мышевым полноможенным представителем? Если в протоколе, да, вот давайте мы решим. Да, конечно. Дмитрий Николаевич Мышевым полноможенным представителем, то есть, как раз это видео, оно и есть, все выбирают в сайтах, ну, мне просто интересно. Значит, нет, видео не с всех выбирают в сайтах, есть такой ресурс у Ютуба. А, Ютуб, что я понял. Вот у Ютуба. Значит, на Ютубе есть Макаров Сергей. А, у него канал, у него там 6 видео на этом канале. Значит, этот человек, вы лично, Андрей Михайлович, аккредитовывали его как нашего аккредитованного журналиста. А созданного права Сергея Макарова, да. Ну, как же нет? Ваша подпись там в столице протоколит. Значит, ну, а может, если еще не были тогда членом комиссии, значит, ну, Антонин Сесенко точно совершенно его аккредитовывал. Вот, значит, он является, кстати, главным редактором службы этого издания. Вот. Ну, это не правильно, но это человек объективный. Я пытался до него дозвониться, к сожалению, телефончик битый. Вот, значит, к сожалению, вот такая ситуация. Значит, давайте комиссию сейчас... Пожалуйста. Да, пожалуйста. Второй вопрос, поскольку, ну, насколько я понимаю, комиссия сомневается в легитимности приведения собрания, может быть, предоставим возможность прокомментировать данную ситуацию Дмитрию Мышкину как бы... Нет, вы сами видите, вот собрание... Нет, нет, вот я просто не иду, что, по-моему, может, думать, и говорить... Я есть ответ на это вопрос. Да, то есть, как бы, если у человека есть ответ, может быть, это было постановочное видео, то есть, из серии, как бы, вот... А потом они, соответственно, сели и провели собрание, может быть, так было. То есть, давайте его... А еще Андрей Михайлович! А еще, может быть, остальные 30 человек прятались... Нет, прятались за колонды и... И не было, да? Может, поменять? У меня есть ответ на это вопрос. Пожалуйста, помолчите. Пожалуйста. Пожалуйста. Два слова, буквально. Я думаю, что он не работал. Он не работал на это. И то, что мы видели, не надо переодевать и что-то такое придумывать. Не надо этих всех дебатков. Мы все видели. Это что, монтаж? Но вы не хотите же меня послушать? Это первое. Это первое. Второе. Я так же, как и все депутаты, получил письмо. И у меня, наверное, бюрокат слишком. У меня первый вопрос сразу возникнет. Тут я забрал, но просто поставил. Список присутствующих членов ТОС «Сходний» Мичуринский на Общем собрании 22 апреля по вопросу, ввесил же сельдепутатов, в проект нормативного правового акта. Здесь указано, написано «Ф» и «О». Ну, для примера, Королева «О» и какая-то за количество. Далее, например, Фатиев «К» «Э» Фатиева «Л» А Фатиева «К» Фатиев «Э» и, опять же, закорючили ни адреса места жительства, ни паспорта, ни где, на какой улице, ничего здесь. Это что? Ну, это называется, уважаемый депутат, я вам скажу, это называется в уважении, в первую очередь, к вам. Вам дали вот эту бумажку, с которой, видите, куда-то пойти надо. Это не документ совершенно. Согласен. Не говоря уже и о девяти, вместо тридцати семи. Один подошел попозже. И была еще собачка МОЗ. Яблочный. Собаки не голосуют. Да. Значит, они... Значит, они... Я попрошу призвать к порядку уважаемый аппарат, вот этого товарища. Знаете, Андрей Николаевич, пожалуйста. Тем не менее, я просто хочу вынести предложение, что-то дать, прокомментировать данную ситуацию Дмитрию Ивановичу. Поскольку мы сейчас придумываем, додумываем и норокимся там и спасти. Нет. Да неинтересно вообще. Просто неинтересно. Нет. Если у нас есть возможность высказаться, то и противоположной стороны тоже должна быть возможность... Залейник для дискуссии. Мы как депутат были, находились там. Вы можете смотреть? Нет. Нам сказать, сколько человек было на собрании? Не могу. Где она проводилась? Я считаю, на улице мы видели, что стояло 8 человек на улице, выступил человек, сказал, давайте вот так вот так. Вы приехали, с ней пообщались и все. Проводилось собрание? Нет? Вот скажи, пожалуйста, ты же как депутат. Наключайте, на которой я была. То, что вы видели на видеоролике. Спасибо. Пожалуйста. Я прошу. Спасибо, Николай Васильевич. Александр Алексеевич, прошу. Уважаемые коллеги, мне присутствующие. Я вот что хотел бы, я два слова буквально сказать. Здесь положили решение от 13 февраля седьмого года. Об утверждении положения территориально-общественного управления в городском Крухе. Ничего, не комментируют. Подпись. Председатель Совета депутатов городского Крухе Иванова. Кто же я? Вот я стоял у истоков общественного самопроизма. Сказать, сегодня я поддерживаю. Общественное самоуправление. Поддерживаю и руками, и ногами. И эту форму местного самоуправления нужно продвигать в городском Крухе. Нужно продвигать. Только, пожалуйста, будьте добры. Давайте будем честными. И все делать по-честному. Протокол, значит, протокол. Собрание, значит, собрание. Роль. Значит, 37 человек, значит, 37 человек. Если где они живут и кто они, будьте любезны с паспортными данными. Будьте любезны. Доверились по полной программе. Доверенные у нотариумов. В печати. Пожалуйста. То, что вас уполномочили. Ради Бога. И мы поддержим. Но здесь пока что, здесь пока что, просто фальсификация вопроса, которого мы завершили. Так, еще раз говорю. Седьмой год. Я в истоках. И сейчас я за. Только давайте делать все правильно. Значит, небольшой комментарий. Я тоже, на самом деле, за общественное самоуправление. Только вот в данном случае к проекту у меня очень много вопросов. Вплоть до того, что там просто безграмотные юридические формулировки. Например, что такое муниципальное законодательство? Значит, это новелла какая-то. Значит, вообще-то говоря, будь я преподаватель, я вот такого студента отправил на государственную, и он и его же конституционном правиле, нам перезачеркнули, чтобы он получил. Не бывает муниципального законодательства, не бывает и такой законодательный акт выносить, тем более в прокуратуру представлять. Это просто позор. Андрей Михайлович, микрофон. Я понял, что мы все идут на общественное самоуправление. Но все хорошее против всего плохого. Но я все-таки прошу поставить вопрос о том, чтобы дать Дмитрию Вышневу прокомментировать данную ситуацию. Чтобы его выслушить просто-напросто. Я не думаю, что это займет 5 минут, я думаю, что он выслушит значительно быстрее. А то совсем не демократично получается. Антонина Васильевна, давайте я вам вопрос теперь задам. Что такое демократия? Скажите мне, пожалуйста. Я вам отвечу. Значит, это в общем случае процесс вынесения решения с равным доступом влияния участников на итог этого процесса. Согласны? Вот у нас в комиссии 8 человек. Каждый человек имеет один голос, имеет равное право на участие в голосовании и на итог этого процесса. А вот когда делают один человек от 500 и ограничивают количество подписей не в 50%, а там 30% или одна подпись от 500 людей, понимаете, остальные могут и не знать, что создается местное самоуправление. Вот будет у нас ТОС огромный в наеме дереву под управлением неких людей, которые не могут протокол оформить. Понимаешь? А почитают себя большими юристами. И вот и все. И что получится? Давайте на стороне жителей, на стороне демократии быть. Понимаете? Если жители не хотят, они соберут 50% подпись, если им нужно. А если не нужно, не надо давать мошенникам злоупотреблять своими правами. Понимаете? Согласны с вами? Какой вопрос? Дай слово Мышкину. Еще раз попробую. Я прошу поставить на голосование вопрос о том, чтобы предоставить Дмитрию Николаевичу Мышкину слово, чтобы он мог обосновать свою позицию. Спасибо. Поступило предложение о том, чтобы Мышкину Дмитрию Николаевичу предоставить слово на нашей комиссии. Голосуют только члены комиссии и депутаты имеющие право решающего голоса. Пожалуйста, кто за то, чтобы дать слово Мышкину? Кто против, чтобы дать слово Мышкину? Значит, демократической процедурой большинством голосов слово Мышкину не предоставляется. Простите, это демократия. Процесс принятия решения с равным доступом участников на его итог. Правильно? Значит, минуточку. А теперь давайте мы вынесем решение по этому вопросу. А я предлагаю решение очень простое. Значит, мы на комиссии рассмотрели. Значит, давайте вынесем этот вопрос на свидание Совета депутатов. Где поручен председателю комиссии по законодательству местного управления депутатской этики доложить этот вопрос Совету депутатов? И пусть Совет депутатов решит. Дальше мы будем рассматривать этот вопрос или вернем протокол, письмо и все документы товарищей на доработку. Да? На доработку? Нет. Вот мы сейчас проголосуем за вынесение на Совет депутатов, а на Совете депутатов мы демократическую процедуру решили... Минуточку. Я объясняю. Значит, что это такое сейчас? Значит, сейчас обычный самый пропагандистский год. И ты чтоб прокурореков, а дальше как и расцветает. Значит, давайте мы вынесем вопрос на заседание Совета. Там его рассудят. Совет депутатов выскажется по моему докладу. Мы принимаем решение, все. Не возражаете? Коллеги? Нет. Мы хотели, что мы хотели. Нет. Мы хотели, но, может быть, не хотели. Да, прошу. Я вас правильно понял. Наверное, поддерживаю вас в чем. Вы докладываете на Совет... Мы сейчас принимаем решение о вынесении этого вопроса на Совет депутатов. Вы докладываете, что рассмотрели на комиссии и вопрос находится в такой университете, и принимаете решение. Совершенно верно. Вы меня поняли. Возражение, коллеги? Андрей Михайлович? Ну, я просто нет. У меня нет возражения, почему мы сейчас вместе работаем. У меня единственное только пожелание. Просто я хочу, чтобы в рекомендации комиссии, там, или в... Как это просто называется? Ну, в заключении комиссии было то, что... Ну, чтобы это было подсчетным, то, чтобы не дали слово, не дали образовательство по телевизору. Значит, Андрей Михайлович... Нет, я просто считаю, что это не важно. Потому что, как бы, Андрей Михайлович, там, Александр Алексеевич, просто приняли, ну, как бы, решение. То есть, как это... То есть, ну, если на записи нет, то, значит, соответственно, их и нет. Вот. Соответственно, мы никого не послушали. То есть, как бы, руководство себя своими каким-то заключением. Да, просто я прошу, в какой момент тоже спиксируйте, поговорите. Спасибо. Андрей Михайлович, спасибо. Антонина Васильевна, прошу. Микрофон, говорите. Просьба занести этот протокол, что Дмитрий Михайлович... Какой протокол? Протокол комиссии. Это будет занесено. Отлично, спасибо. Пожалуйста. Все. Давайте проголосуем на предложение. Ну, понимаете, вы, коллеги, вместо того, чтобы участвовать в заседании комиссии, там, мило, шуфукаетесь между собой. Это, конечно, со стороны прекрасно выглядит, но давайте все-таки работаем. Пять. Давайте. Давайте. Попрошу не выступать, Галина Федоровна. Прошу голосовать в то, чтобы это предложение было вынесено на Совет депутатов в поручении бессонного Андрея Николаевна. Вы, конечно, положите суть вопроса. Кто за? Против? Вы сдержались? Вы не голосовали? Почему? Почему? Потому что, если по действиям выстраиваете, то, что вы против или за? Ну, значит, понятно. Значит, они вот так. Ну, хорошая позиция тоже. Голову в песок. Вот злая машина, неправда-то. Понимаете? Значит, все равно вы сейчас... Я вас не понял. Антонин, Андрей, вы должны были за все голосовать. Или против. Или против. Это вопрос был ваш. Вопрос, видите ли, коллеги. Значит, этот вопрос мы проголосовали. Большинство членов комиссии проголосовали за то, чтобы вынесли вопрос. Ну, а неуважение к коллегам? Есть неуважение к коллегам. Соответственно, будем строить отношения к дальнейшим в этом ключе. Спасибо, коллеги. А еще есть кому добавить что-то? Да. Спасибо, коллеги, за работу. Кто за то, чтобы прекратили заседание комиссии? Кто за? Спасибо. Заседание комиссии закончено. Хорошо. Вот так, вот так вот. Специентка. Никакой злости меня здесь. Заправдывайте. Демократы, либералы, фонтовы. Специентка эта, еще как будто она, эксклюленно. Вы себе карьеру делаете, ненавидит. Я вас знаю, что давно вы собираетесь. Вот она, в которой все в чиновник ходит. Я вам уже давно. Продолжение следует...